здравствуйте друзья у нас сегодня на канале гости представляетесь гостя гостью зовут юля и я с украины откуда именно со львова западная джазь то есть разговариваете украинскую мову это моя первая мова но на русском немножко с акцентом я думаю кто знает украинский язык или знает как разумевляясь украинцы и подарок сразу что я западная украина догадаются хорошо так у нас юля учится в группе которая только что началась и в этой группе в основном приезжий народ да а вы как бы уже местная или как как бы три года вы что и как же вы сюда попали расскажите другие люди из львова тоже интересуются у меня муж жил в четыре года до того как мы приехали сюда 4 года он жил в нью-йорке а вы приехали к вам в школу где вы были а я была в украине и когда мы поженились я уже получила визу не понял поженились когда четыре года назад а в америке вы сколько я три он приехал из америки за вами туда а вы были знакомы раньше мы начали встречаться как-то он как бы получил green card и мы как раз этот период начали встречаться то есть вы встречали решили попробовать он уехал и вы себе думаете ничего себе встречалась встречалась может уже и не видит как пропал с концами не было такого не было мы общались каждый день по пару часов мы же повезло с работой дня и как бы работал до двух дня до этого так что у меня была ночь у него он успевал после работы приходите еще звонить и что же он делал в нью-йорке гольф-корс на гольфе нет он как бы хим химии химией поливал это все косил травку косил физическое так он подойдет он приехал к нам года два назад до 3 года назад мы сразу мы приехали я приехал прилетела в нью-йорк мы побыли неделю и сразу собрали чемоданы и пикнулся хорошо он уже такой как бы матерый получается тестировщик насколько я понимаю уже не столько тестирует сколько пишет инструменты для тестирования какие-то фактически программирует ну что же хорошо ну и вы что вот глядя на него что вы себе думали я себе думала во первых что живя в силикон валий грех работать няней работала няней работала в магазине с детками это я больше была даже как драйвер для детей я забирала детей со школы а вы были бы хорошей такой воспитательницей я тут была с детками а чего мне кажется у вас получилось хорошо вы получили детки бы вас любили ну это не не цель моей жизни мне как бы нравилось но нужно ставить себе какие-то цели и если в будущем будут свои детки нужно будет куда-то вернуться это правда вопрос такой значит вы по образованию кто это как бы менеджер ресторанного бизнеса это есть при высшее образование такое высшее да это во львове это институт экономики и туризма а во львове вообще много туристов много очень откуда в основном из разных частей украины из польши и так вот из европы тоже есть английская немецкая речь есть есть много у нас кроме туристов у нас есть медицинский университет и поэтому как бы у нас очень много иностранцев которые приезжают учиться и это из перу из малайзии из индии то есть можно выйти замуж так вот и неожиданно оказаться в перу или они потом дают лучше в украине там жить остаются во львове некоторые забирают у меня знакомая забрала индус вот и у них двое дочечек ну что же интересно друзья вот как во львове даже духа так давайте дальше разбираться вы по гостиничному хозяйству и туризму а муж по специальности это как механик механик да что-то автомобильное окей то есть он институт закончил да не все такое это техникум а я институт то есть у него нет высшего образования ну как бы это три года три года текущий высший высший специалист средне специально хорошо так вы за три года по-английски приноровились или вы уже до этого знали неплохо не знала институте учила ну как у нас в школе очень низкий уровень вот но есть к чему стремится но анекдот такой есть как в украинской школе там урок английского языка и учительница там петренко шо и шо а дуис пик инглиш нет а я извиняюсь не так петренко шо га шо га дуис пик инглиш он говорит шо так вы уже как бы обжились тут кремниевой долине еще три года вот возили детей нет я два года работал ну как бы полтора года работала в магазине двух магазинах русских американских американских работала в магазине одежды и как бы рост рост конечно вот и сфора это косметика так что получают девочки которые работают в магазинах вот допустим нас смотрят сейчас ребята да там украины россии там белоруссии они смотрят и думают вот я приеду может быть я бы тоже продавщицей пошла сколько получает у меня было 10 11 долларов комиссия на 9 долларов в росте было потом уже мне подняли как я как менеджер на рецепши вот как бы немножко подождите а вот а как же эти девы есть связь но все-таки здесь дорого как же люди живут если они так мало получают если нету спины то есть у меня муж конечно зарабатывает больше я себе как помощь семье для развития я не знаю или у нас были девочки которые работали на трех работах то есть например в одном магазине не дадут в начале особенно больше чем 25 часов но если посчитать 20 часов 8 9 долларов а почему не дают дают поменьше как бы они больше что больше людей на поменьше часов разбить как бы чтобы не надеяться на кого-то одного даже если кто-то не сможет я не знаю почему у них такая система не дают может быть чтобы бенефиты дают при этом нет без бенефита может быть чтобы не давать бенефиты может и чтобы бенефиты не давать да но я говорю и работали на 2-3 работах это с утра до ночи это работа тяжелая в магазине потому что это не работа как у нас в украине в магазине это потяжелее а в чем тяжесть вот что что тяжело стоишь там люди ходят ты улыбаешься но мне тяжело было это во первых потому что еще английский не был на уровне первое как бы предложение сказать how would you like a bank я могла сказать с хорошим акцентом и они подумали что я понимаю английский язык и поэтому со мной начинали говорить уже как бы на уровне а я уже вот и так случалось что вот во вторых это не всегда хорошо проветриваемое помещение как бы тяжело дышать и жарко подождите это прямо в зале или где в зале ну вот я в костумер сервис обычно что такие мощные кондиционеры мощные но если ты прошелся на это иногда ты идешь на шопинге за полчаса час уже голова начинает болеть а стоять так 8 часов а вот именно стоять тяжело или там перерывы есть есть перерывы каждых два часа есть перерыв 15 минут у нас было и ланч был тяжело много почему тяжело потому что не всегда коллектив как бы способствует твоему настроению хорошим потому что кто-то там кого-то начинает начинается какие-то конфликты из чего может быть конфликт продавщица ну например если вы стоите в костумер сервис кто-то привык к порядку кто-то привык вот так все и вы начинаете между собой что как бы можно убирать или еще что-то ну конфликты не часто но я говорю что как бы понимать что ты все равно работаешь на людей которые могут быть тоже без высшего образования ты с высшим образованием а не без но зато у них свое комьюнити например мексиканская как я работала между собой они там друзья все остальные уже так то есть они держатся особняком да но на меня так не было но я видела как как люди часто как бы от этого комплексовали хорошо так вы по-испански не научились немного пару слов да у меня друзья были там испанцы а вот когда ты работаешь ну все-таки ты с кастомерс да ты вот как-то интерфейс такой происходит общение нет такого что вот как бы сказать люди переходят как бы границу формального общения вот они там глазки строят там девушка что вы сегодня вечером делаете это по сравнению с украиной нет так как давайте про украину и украине больше такого присты могут приставать так так чуть-чуть в украине могли навязчиво здесь нет здесь как бы люди стараются держать дистанцию вот так что нет ну могут сделать комплименты здесь часто делать комплименты но так чтобы приставать нет ну хорошо ко мне по крайней мере не у меня обручальное кольцо наивные люди господи ну хорошо ладно просто мне некоторые девочки вот говорят вот идешь там по улице пока до школы дойдешь и там допустим сидят какие-то мексиканцы и они там свистят кричат улюлюкают что-то такое там внимание проявляют но это правда не в магазине а так на улице а на улице есть внимание а я редко бываю на улице с машину что ты в машину сел поехал из машины вышел ну хорошо но моей подруги которая сделана автобусе такие проблемы были то есть проявляют внимание да 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 приставали вот но еще почему тяжело в магазине например это ты можешь уставать если ты постоянно работаешь с людьми для меня я уже немножко уставала от этого постоянной коммуникации иногда уже просто приходил домой хотел просто помолчать а тут муж и чтобы никто а муж нет слушайте а вот какой-то тренинг есть для работников вот и тебя взяли в магазин они должны как-то убедиться что ты в состоянии улыбаться быть вежливым там ну как-то вести себя адекватно есть такое моему удивлению меня не было а вот и мы проходили тренинги все как бы и познанию продукции как ты умеешь с клиентом общаться вот в магазине одежды не было и я к моему удивлению я шла и у меня еще английский тогда был очень минимальный и я шла я думала что я буду на сейлс флор я буду просто раскладывать что-то и к моему удивлению меня поставили в первый день на кассу а я еще даже этих центров не знала я знала только купюры денег не знала и тут и авто как бы все по-английски и деньги английский ну быстро привыкаешь ну да да в принципе быстро нормально то есть даже можно сказать повезло да а бывает что вот там стоишь на кассе и вдруг кто-нибудь там по-русски говорит бывало ну они можно например перейти на русский что-то сказать или это как бы не положено не без проблем но у меня не было таких проблем просто ты долго и так не будешь общаться потому что если линия как бы очередь да то у тебя нет времени просто общаться и тебя сразу найдут применение если ты начинаешь с кем-то общаться значит там нужно заменить там что-то нужно сделать как бы поэтому тяжело следят чтоб не болтали да да чтоб ты вот уже каждую минуту которую ты на работе ты ее используй и используй вот такой вопрос часто очень люди говорят вот я бы пошел работать там но вот так чтобы например английский улучшать а то что вот я пойду там на стройку а там русская бригада или я пойду там бы беситить там дедушку а дедушка там русскоговорящий там и вот где же я наберусь английского магазин значит первый вопрос возьмут ли тебя в магазин если у тебя совсем плохо с языком второй вопрос то ли это место где язык заметно улучшается где есть возможности общения и так далее отвечаю да в магазин могут взять смотря в какой магазин но даже меня я думала меня в косметический магазин не возьмут мы взяли вот место ли для улучшения да потому что у меня когда я только приехала мне предлагали работу между русскими и меня сразу стояла цель что я хочу работать в англоязычной среде потому что я хотела как бы подучить английский и да оно мне ну правда если ты не прилагаешь усилий дома ничего не делаешь то ты просто есть прыжок и ты останавливаешься то есть у меня было такое приехало за полгода я действительно улучшился у меня английский разговорный и так я на этом уровне как бы было и завис а дома вы с мужем на каком на украинском так хорошо а вот детки будут вы с ними как будете ну когда будем будут посмотрим интересно да да но скорее всего что украинский нужно и украинский и русский и английский я думаю что английский у нас есть знакомые вот ваших лет ребятам может быть чуть постарше и вот у них девочка и они такие украиномовные но они прекрасно говорят по русски но тоже из любого как раз а у вас говорят из львова или со львова как вы говорите зельвова со львова о это третий вариант ну значит и подходит девочка ко мне такая и что-то говорит а я не понимаю что я раза три переспросил ну в итоге выяснилось что она говорит дай хлипчик хлипчик а девочка тоже украиномовная по-русски ни слова не говорит и вот либо значит не по-английски надо либо вот уже так вот интересно ну что же хорошо значит то есть английский у вас только фактически вот на работе где-то да хорошо а вот вы работали в косметическом магазине что вы делали вы просто стояли и разговаривали или вот надо допустим садится женщина вы ее тут намазали там намазали она это все берет ну я не красила есть такие кто красит есть такие да мне предлагали но я еще тогда только начало работать и нужно было ребенка красить у меня как бы такого опыта тяжело я визажистом работала в украине но как бы ребенка красить я не знала что от меня ожидали да так вы должны были их всех перекрасить да но меня с этой я думаю что это была одна из как бы моих привилегий почему меня взяли в этот магазин несмотря на не очень у вас на самом деле такой вид вот я если у меня спросили вот значит посмотри на юлю и скажи в каком магазине допустим ее бы взяли на работу я бы сказал ну вы либо косметики либо к ювелирке а вы у меня спрашивали о джюлери да да но я помню в классе я говорю что ювелиркой торговала она говорит нет косметикой я говорю похоже похоже ну что же хорошо а вот вы три года в америке любовь далеко не самое плохое место в принципе правда там и город потрясающий очень хороший и да и вот вы здесь вот вам все нравится или вы почему то скучаете или вот ну не знаю может вам хочется все время туда съездить к маме там мам там ну как вот у вас скажу так что скучаю я и за городом так ну как бы я люблю Европу я люблю европейский стиль мне очень нравится и говорю я патриот своего города львов вот и мама сестра как бы вся моя вся моя сторона все мои родственники все там так и конечно что я скучаю но была у меня возможность два месяца там съездить в Украину я поняла что я скучаю в большинстве случаев это за своими родными подождите так вы съездили да я съездила то есть возможность была и вы воспользовались да а то бывает возможность есть и не воспользовалась нет я конечно воспользовалась так ну и как там вот ну я попала не на очень хорошую погоду это снег падал таял и я как бы не могла в полной мере ощутить дух львова вот но пообщалась с своими родными порешала медицинские дела вот но во многом разочаровалась и наверное это у многих такой период наступает а вот что как бы вызывает более негативную реакцию после того как ты побыл в Америке вдруг возвращаешься и вдруг ты говоришь вот это тебе не нравится и это не нравится а раньше вроде нормально было это маршрутки то есть это транспорт если у тебя нет тесно тесно это просто ты стоишь на одной ноге второй держишься и думаешь я выйду или поломанной или беременной с этой маршрутки а как же выращиваться ну не знаю как это привыкается мне кажется что если бы я вернулась назад я бы назад привыкла к этому вот но конечно когда ты уже привык ездить на своей машине с кондиционером там есть всем сравнить а почему же они в маршрутку пускают столько народу маршрутка там же деньги там же есть там 6 мест или 7 мест или 8 мест никто не придерживается этих ограничений а в автобусе тоже так в большом месте и в автобусах смотря какой маршрут ну да это конечно же цены цены на еду какой народ люди сейчас вам кажутся более или менее приветливыми или наоборот раздражительными или как вот вам не стало казаться что они какие-то ну более негативные что ли чем раньше были я не знаю я ну как бы я у меня нету таких розовых очков что я видела что все вокруг такие вот в Украине особенные в Альбове особенные нет я знала что я приеду и столкнусь с хамством и особенно в магазинах столкнулись все как так что все как как положено так что заметно ну Львов похорошел много дорог сделали много дорог очень много кафешек разных кофей кофейни кавьярни по-украински кавьярни прям как будто мыкру подают кавьяр да хорошо кофе а что мама говорит а что мама говорит мама счастлива что я счастлива может как внуков давай говорит конечно уже пора ну мама есть внуки кроме вас там нет а то есть она надежна ну всему свое время но все свое время хорошо вот вы живете здесь вам здесь более-менее вам комфортно? да мне комфортно то есть несмотря на то что в общем то дорого все и как то так ну по сравнению как я сравнила в Украине цены и соотношение с зарплатами то не так дорого то есть даже у нас тут единственное второе жилье да просто то что ты в Украине можешь себе позволить по сравнению с тем что ты можешь себе позволить здесь конечно разница большая даже зарабатывание не так много то есть люди которые там во Львове они могут себе больше позволить? наоборот с такой зарплатой купить ну а если ты здесь немного зарабатываешь то за исключением жилья ты себе можешь много позволить? А вот, скажем, для людей, которые живут во Львове, например, пойти купить айфон – это большой расход. Я очень удивилась, что в Украине многие ходят с айфонами, даже при такой ситуации и с Apple Watch. Видно, есть разные уровни жизни, в тех кругах, в которых была я, как бы все попроще, но вокруг очень много. Майкл Корс, здесь очень популярная фирма уже и в Украине, и все с сумками Майкл Корс, но видно, что есть все-таки люди, которые неплохо зарабатывают. Ну и хорошо, что же. Хорошо. Вы попали к нам в силу чего? Я понимаю, что муж учился, вы за ним смотрите, но он такой, на самом деле, у вас довольно продвинутый. То есть, может быть, вы себе сказали, ну я, может быть, таким не буду, как он, а может быть, вы знаете ребят, которые девочек с ним учились, но вот что вас побудило? Я знаю, что я такой, как он, не буду, потому что у него немножко другие цели, он хочет быть программистом, и он очень целеустремленный, больше, чем я. Но я знала, что я не буду, но как бы видя, какое удовольствие получает он от работы, что ему все очень нравится. Я говорю, этот тестерский дух заразный. Он всегда приходит, рассказывает. Я уже знаю много человек с его работы, и мы в этих кругах общались, и я думала, я тоже хочу. А вы, скажем так, ваш круг общения. Ну понятно, что там есть люди с работы, это понятно. Но вот ваш круг общения, вот с кем вы пойдете там, я не знаю, барбекю делать, или к океану, или там в горы, у вас есть какая-то тусовка? Ну, в большинстве случаев это мы вдвоем. Мы после работы так уставали, и уже когда приходят выходные, хочется время провести вместе, и в большинстве случаев это… Но вас зовут, есть люди, которые звонят и говорят, пошли туда, пошли сюда. Есть, есть у нас друзья, есть, приехала моя подруга из Украины, которая часто у нас, потому что нужно ее поддержать, она одна, вот, и она близкий человек, она тоже со Львова. Вот, есть друзья, которые из Молдавии, вот, и мы живем в одном апартмент-комплексе, но нету так, нету времени настолько часто встречаться, как бы, конечно, хотелось. Вот, есть у мужа, учились вместе даже ребята, с которыми иногда поддерживаем отношения, вот, ну, есть, есть, но не так часто. Просто я вижу, что ребята, когда к нам попадают, у них весь круг общения, вот, идет от этого корня, то есть, они потом все общаются, и там, по компаниям, там, на одном выпуске, там, на практике вместе, еще что-то, то есть, вот, школа дает, как бы, большой круг знакомств. Да, да, это правда. Можно выбрать. А вот группа, вы сколько уже там, недельку отучились, да? Нет, мы сегодня, это мы с четверга начали. А сегодня понедельник? Да. О, всего-то. Три дня. Третий урок сегодня? Да, сегодня. Третий урок. Но у вас как-то там вот есть, как-то уже народ задруживается? Есть какое-то общение? Да, у нас очень хорошая группа, очень дружелюбная. Я даже удивилась, что у нас почти полгруппы – это Украина. Да вы что? Да, очень много с Киева, есть со Львова тоже. У них в группе очень много людей с юридическим образованием. Да. Я такого еще не видел, но эти там полгруппы юристов. Да. Вот, ну, группа отличная, и все готовятся, и, как бы, делятся впечатлениями, и мы на обед ходим, и, ну, я думаю, что есть шансы подружиться. Ну, то есть, пока что у вас, как бы, такие светлые ожидания? Светлые, конечно. А почему не светлые? У мужа все получилось, у мужа хорошее. Вы по гороскопу кто будете? Ну, я не очень верю в гороскоп. Это понятно. Поэтому, я думаю, что это не очень важно. Нет, ну кто? Ну, я в марте родилась. В марте где там? Где там? В какой части марта? В конце марта. Ну, мне кажется, это все зависит не от гороскопа, а зависит от человека, какой это человек, насколько он шел, с какими ожиданиями он шел. Вот, и пока за эти три дня, конечно, все, все супер. Ты хорошая, как и три дня, супер, а дальше посмотрим. А дальше тоже хорошо. Ну, что же, хорошо. То есть, настроение боевое. Настроение боевое, говорю, я одна из причин тоже, почему я пошла в тестеры, как бы учиться на тестера, потому что есть тоже бэкграунд, который связан с компьютерами. Я менеджером работала в двух компьютерных фирмах. Я думаю, что можно применить то, что у меня было в Украине, QA. Я скажу, что даже если бы вы никак не связаны были с компьютерами в той или иной форме, в принципе, все, что у человека в жизни происходило раньше, это все так или иначе проявляется на следующем каком-то шаге развития. Вот я, например, столько разных дел делал по жизни. Господи, я как пять жизней разных прожил. Но вот я сейчас живу, и вот я сейчас знаю, что вот это пришло оттуда, это оттуда, оттуда у меня ничего не пропало. А просто чем больше ты разного делал, оно как-то вот так собирается и дает тебе какие-то возможности, которые, может быть, недоступны человеку, который не имел такого прошлого. Он не видит так, он не мыслит так, он не понимает и так далее. Это все очень неплохо. Что самое главное для эмигранта? Начинающего. Вот приехал человек, вот только приехал. Вот там неделю, месяц, три. Вот что для него самое главное? Позитивный настрой и реальный настрой. Что не будет все нигде медом не намазано. Так. И нужно работать, нужно учить язык. Но это того стоит. Если человек еще не приехал, но собирается, вот какое было бы лучшее, так сказать, использование того времени, которое у него есть? Вообще ресурсов, может быть, в более широком смысле времени, деньги, я не знаю. Учить английский. Раз. Это, конечно. Если человек никогда не водил машину, научиться уже, оно не помешает научиться уже на родине. Научиться или научиться и права тоже получить? Ну, за права я не могу сказать или важно или не важно, но я приехала, я даже руль не умела крутить, вот, так что я поняла, что если бы я в Украине… Она привыкла стоять в маршрутке. Да, да. Да. И если бы я… мне было бы, наверное, легче как бы привыкнуть к дороге, к машине, если бы я хотя бы чуть-чуть там научилась. Вот. Но у нас это было все очень быстро. Но вы, на самом деле, такую легкую адаптацию прошли, вы приехали к мужу, уже как-то схвачено там, да, более… он все-таки уже какое-то время здесь, нет? Ну, я бы не сказала. Мне было, конечно, легче, потому что есть муж, есть опора, поддержка, и морально это легче психологически. Вот. Но мы ехали сюда, и мы начинали все с нуля. Это правда, да. И муж ходил в школу, я работала в этом магазине сразу, с первой недели, без нормального английского, сразу. Было тоже нелегко. Вот долго, вот много нужно времени, чтобы найти работу в магазине? Вот приехал человек… Это первый магазин… Рос, это был первый магазин, в который я… Зашла? Я зашла, она как бы купить одежду, и познакомилась с женщиной в фитинг-рум… Ну да, да, в примерочной… Уборочной… Да, в примерочной. Вот, и спросила ее, не нужно ли вам человека, она говорит, что да, но только нужно идти онлайн, заполнить анкету. Мы пошли с мужем сразу, заполнили анкету, и мне через пару дней позвонили, и я сразу пошла… То есть, не так сложно найти работу на небольшие деньги? Я думаю, да, на такие деньги, я думаю, всегда найдется работа. Ну что же, хорошо, теперь, значит, мы выяснили, как подготовиться, мы выяснили, значит, про английский. А вот с точки зрения профессии, вот если человек, например, мог бы, ну, не знаю, если у него полгода, может быть, год есть, может быть, есть какая-то профессия, которую можно за год, например, получить, чтобы вот раз и как-то вот тут нормально было. Здесь получить или там получить? Там получить, до приезда. Я не знаю, массажист, парикмахер, ну что-нибудь. Мне кажется, что не всегда это имеет смысл, потому что приезжая сюда, ты все равно должен получить лицензию. Например, то, что я работала визажистом там и училась там, я думала, что мне будет здесь легче реализовать эти навыки. Ну, это зависит все от территории. Если бы я попала в Лос-Анджелес, это было бы выгодно, чтобы я и шла здесь, и наново получала все сертификаты. А так, получать здесь, где это не очень как бы популярно, то, ну, я не знаю, мне кажется, что можно, если поставить цель, приехать сюда и можно получить какую-то специальность. Да. Давайте так, другой вопрос такой на засыпку. Вот вы видели людей разных со три года. Вот люди, у которых не получается что-то по жизни. Вот они что-то раз и не получается. Есть какая-то общая черта вот у людей, у которых не получается? Вот может быть, почему у людей не получается? Что такое с ними не так? Мне кажется, что это зависит от того, какие у человека есть, если ставить реальные цели перед собой, то достигая их, ты получаешь удовольствие и удовлетворение. А если ставить себе нереальную цель или мечту, и к этой мечте приходится как бы грызть землю и добиваться этого, человека что-то может не выходить, он разочаровывается. Вот, если ставить реальные цели, прилагать усилия, то все, ну, негативный настрой или наоборот какие-то иллюзии. Да. Вот могут немножко… То есть, я понял, экстрим. Значит, или он чересчур оптимистичный, или он чересчур негативный, вот этот чересчур как бы ему мешает. Да. Так получается. Мне кажется, что легче всего реалистам, которые знают, что может быть… А как знать реалисты или оптимисты или пессимисты? Вот ты смотришь и говоришь, что-то тут мне не нравится. Может, как понять? Я не знаю. Это сложно. Философский вопрос. Философский вопрос. Ну, хорошо. Друзья, давайте мы Юлию отпустим, она сейчас только с урока, прям вот так, можно сказать, еще не отдохнула толком. И, может быть, у вас есть что-то такое сказать народу, который нас смотрит? Вы вообще смотрели наш канал сами? Конечно. Конечно. Вот вы знаете наш народ, нашего зрителя. И, может быть, что-то такое есть? Вот вы смотрите наши видео и думаете, вот если бы я бы им сейчас сказал, вот это вот я бы им сказал. Вот что бы вы им сказали? Что бы я сказала? Повторюсь еще раз. Если вы хотите ехать в Америку, не стоит там строить каких-то очень больших иллюзий. Стоит понимать, что нужно прилагать усилия. Если ты работаешь над собой, вообще работаешь, то тогда все получится и все будет отлично и хорошо. Вот. И, я не знаю, иметь позитивный настрой, но все-таки быть реалистом. Ну, то есть мы вокруг одного и того, что крутимся. Да. Ну, хорошо, тогда все, тогда отпускаем. И, значит, Юленька, мы с вами еще, давайте мы встретимся еще. И вы тут у нас покрутитесь какое-то время, вот пропитаетесь соками, так сказать, и ароматами. Посмотрим, какой я буду оптимистна. Нет, я не… Я так не имел в виду. Я имел в виду, что вы не прощаетесь с нами. Не прощаетесь. Вот. Давайте мы тогда, вы правой рукой, а я левой. И так мы сделаем ручкой в этом и скажем пока. Пока. Пока.